В эфире программа День города. Здравствуйте! В студии Анна Герцовская. Мои коллеги, репортер телекомпании Город, готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Блокада в Канищеве. Рязанка оставила многоквартирный жилой дом без воды. Деньги не пахнут. Полицейские задержали группировку, члены которой воровали мусорные баки. И изъятие оружия в Рязани. Четыре дня без воды. Именно в такой ситуации оказались жители одного из домов микрорайона Канищева. На сей раз виноваты в этом не власти города и не жилищно-коммунальное хозяйство. А Рязанка, проживающая в этом же многоквартирном доме. Именно она устроила соседям настоящую водную блокаду. В ситуации разбирался Валерий Седов. Человек без воды может прожить не больше 10 дней. Жители обычного многоэтажного дома на улице Станкозаводской и подумать не могли, что окажутся в подобной ситуации. Вода пропала в субботу вечером. В 8 часов в санузле квартиры номер 14 началась течь. Чтобы узнать причину, надо было попасть квартиру сверху. Но здесь жители дома столкнулись с новой проблемой. Соседка из 18 квартиры попросту отказалась пускать к себе кого бы то ни было. Мы 8 квартир находимся без воды, без холодной, без горячей. Уже вот сегодня в 8 вечера будет четверо суток. У нас у всех семь. У меня самый ребенок, муж. На 6 этаже у нас грудной ребенок, на 7 этаже у нас парализованный человек лежит. И все находятся без воды. Жители дома оставили заявление на сайте жилищной инспекции города и на сайте правительства Рязанской области. Также они постоянно обращаются в ЖЭУ. Но пока это никаких результатов не принесло. Вместе с жильцами дома мы поднялись в злополучную квартиру. Но сколько мы не звонили, соседка так и не вышла. Она так и не отвечает на звонки ни на сотовый, ни на домашний телефон. А ее соседи теперь учатся жить без воды. У меня лично мама живет в соседнем подъезде. Мы ходим к ней мыться, наливаем в канистрах, в ведрах приносим. У остальных вот ситуации. Вот у женщины, у нее дочка живет тоже в другом месте, она ей привозит. А мы бегаем по всему подъезду. У кого есть вода, у того наливаем. Боимся ходить к одним и тем же, потому что, представляете, сколько это ведер я беру вот у соседки воды. Женщина из 18-й квартиры недавно делала ремонт труб и обнесла их пластиковым коробом. Теперь же она готова впустить работников жилищных служб, если они оплатят ущерб за демонтаж. Начальник ЖЭУ рассказал нам, что в этом нет никаких проблем. Но хозяйка квартиры все равно никого не впускает. Ситуация, когда заливают соседи снизу, опасна еще и тем, что вода может попасть в межэтажные перегородки. И после устранения протечки узнать, где находится этот столбик воды, невозможно. Но именно такой застой может закоротить проводку. Поэтому решать вопрос надо как можно быстрее. Сами правила предоставления коммунальных услуг, которые действуют у нас с 2011 года, предусматривают ответственность за содержание общедомового имущества, которое лежит на управляющих компаниях, либо на ТСЖ. То есть, если это протекает общий стояк, то ТСЖ или управляющие компании должны предпринимать меры, чтобы попасть в эту квартиру, ликвидировать источник залития. Составляется соответствующий акт, а не допуски в квартиру. И в дальнейшем данные документы будут свидетельствовать о том, что убытки были причины в результате как действий, так и бездействия того лица, которое не допускало для устранения аварийной ситуации. Буквально пару десятков лет назад во всех домах жители тесно общались между собой. Все не то, что знали, кто живет сверху или снизу, но и дружили с ними. Спорные ситуации, конечно же, возникали, но тогда пути выхода из них искали сообща. В Рязанской области задержаны члены Кузинской преступной группировки. По данным полиции, преступники торговали оружием. У них был изъят целый арсенал. Подробности далее. 1 апреля в городе Скопине Рязанской области сотрудники регионального МВД и столичные оперативники задержали пять человек, которых подозревают в сбытии оружия. Предполагается, что задержанные являются членами Кузинской ОПГ. Сотрудниками главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел России совместно с коллегами из Рязанской области были задержаны пятеро подозреваемых в незаконной торговле оружием и боеприпасами. Заключительная часть операции прошла в Скопине, а продавцов оружия схватили с поличным при совершении сделки по продаже. Ими оказались жители Рязанской и Московской областей в возрасте от 37 до 52 лет. Это задержание проводили жестко, с применением табельного оружия. При задержании сказали, что за сбыт оружия в составе группы лиц. Денежные средства вам кто передавал? Он. Конкретно за оружие? Да, 350 тысяч. А с какой оружием? Ну, там, наверное, Калашников был. ПМ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и обысков по месту жительства задержанных обнаружено и изъято 5 автоматов, 12 пистолетов, карабин, 9 граната, 900 граммов тротила и около 6 тысяч патронов различного калибра. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Рязанская область, пожалуй, своеобразный лидер по количеству организованных преступных группировок в российском масштабе. Аэропетовские, Слоны, Кузинские – группировки, которые наводили страх на всю страну. Их лидеры и активные участники либо были убиты, либо пропали без вести, либо получили солидные сроки, которые теперь подошли к концу. Вячеслав Кузин – лидер, как считало следствие, группировки Кузинские, вышел на свободу на исходе нулевых. Еще в 1993 году в Скопине он со своим сыном создал устойчивую вооруженную группу и руководил ею до 2001 года. Всего в состав группировки из Скопина входили 10 человек, в том числе жена Кузина Светлана и сын Эдуард. Им инкриминировались противоправные действия, в том числе по статьям убийства, покушения на убийство, бандитизм, вымогательство. По информации СМИ, в 2005 году главе Кузинской группировки Вячеславу Кузину назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также был оглашен судебный приговор другим членам банды из Скопина. Оглашение приговора состоялось в Рязанском областном суде 30 сентября. Светлане Кузиной было назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет, а сыну главаря Эдуарду Кузину 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Не миновало наказание и других членов банды. В доход государства пошло движимое и недвижимое имущество преступников. Спустя несколько месяцев после освобождения Кузина в Скопине был убит Сергей Ефременко, который когда-то являлся, по некоторым версиям, членом Кузинской ОПГ. Ефременко был единственным человеком, который проходил по делу Кузинских и остался живым и здоровым на свободе. Судя по всему, история продолжается. С начала 2017 года наша съемочная группа не раз выезжала во дворы рязанских домов, где жители жаловались на пропавшие мусорные баки и, как следствие, появившиеся горы бытовых отходов. Все как один люди говорили о том, что контейнеры увозят сами управляющие компании. Но, как выяснилось, к этой ситуации свою руку приложили и преступные группировки. Что происходит с мусором в год экологии в следующем материале. Один сюжет за другим. В этом году на пропажу мусорных баков рязанцы жалуются в разы чаще, чем в 2016-м. Что само по себе парадоксально. Ведь этот год объявлен президентом страны годом экологии. Пазлы, детские игрушки, бытовой мусор. Все это лежит не просто в куче, а уже на дороге. Кто же виноват? Жильцы, которые выбрасывают мусор прямо на землю? Или управляющая компания, которая ликвидировала отсюда мусорные баки? Такая ситуация сложилась в феврале текущего года. Тогда рязанцы, живущие по адресу 1-й совхозный проезд, дом 15, не могли повлиять на обслуживающую эти дома организацию, ЖЭО номер 21. Представители которого отказывались исправлять ситуацию. Говорят, мусор не вывезем, отношения к происходящему не имеем. Я не знаю. Вам десятый раз. И мы вас вообще-то не обслуживаем с 1 января. Все, до свидания. Сейчас мусора там нет. Вне зависимости от причины проблемы можно обратиться в управление энергетики и ЖКХ города Рязани, которое ведет контроль за деятельностью управляющих компаний. На самом деле сейчас у нас действует очень много способов для подачи заявлений. То есть это и интернет, это и заявление непосредственно. Можно обратиться, позвонить по телефону. И, соответственно, можно прийти лично на прием. То есть вопрос решается в течение максимум недели. Управление всеми способами повлияет на управляющую компанию. Мусор будет ликвидирован. При необходимости появятся мусорные баки. Недавно после подобных обращений граждан ситуация была исправлена на двух улицах. Улица – это дом 54 по улице Новоселов, корпус 2. И по улице Вескарми – дом 10. Что касается причин исчезновения мусорных баков из дворов города, их две. Первая версия – контейнеры убирают управляющие компании, которые вправе контролировать количество баков. Но с уменьшением их числа должна увеличиться частота вывоза мусора. Иначе дворы переполняются отходами. Такие случаи сейчас есть. В данный момент мы рассматриваем эти случаи. Они единичные. И в частном порядке они решаются. Ежедневно перейти на совещание. Каждый такой случай разрабатывается. Разрабатываются методики по предвозвращению данных негативных факторов. Такие случаи возможны лишь только потому, что управляющая компания справляется со своими функциями. И, соответственно, или банкротятся. И вторая реальная версия исчезновения мусорных баков – преступная группировка. Деньги не пахнут. В полицию обратились жители нескольких домов, расположенных в железнодорожном районе Рязани, которые сообщили, что со двора пропали мусорные баки. Оперативники уголовного розыска отсмотрели записи камер видеонаблюдения и выяснили, что злоумышленники, которые похитили четыре мусорных бака со двора одного из домов на улице Островского, передвигались на грузовом такси. Установить заказчиков перевозки не составило труда. Тем более, что баки сразу же отвезли на пункт приема вторсырья и сдали на металлолом. Вскоре полицейские разыскали 32-летнего жителя Рязанского района и его сообщников. Сотрудники полиции выяснили, что задержанные причастны и к другим аналогичным кражам мусорных баков. Также было установлено, что ранее судимый за кражу 32-летний злоумышленник причастен к разбойному нападению на животноводческую ферму в Спасском районе, которую полицейские раскрыли накануне. К слову, не важно, что мы крадем, главное то, куда попадем. Мусорные баки или золото по предварительному сговору. Статья одна грозит взысканием и до пяти лет наказанием. Сегодня днем в центре Рязани из окна выпал мужчина. ЧП произошло на улице Соборной. Как рассказали очевидцы, пострадавший выпал из окна четвертого этажа. По словам соседей, он в этом доме не проживал. Также жильцы рассказали, что видели, как некоторое время мужчина висел снаружи окна, руками зацепившись за откос, после чего сорвался и упал вниз. По одной из версий, он проводил в этом доме ремонт, так как был одет в рабочую одежду. Но, как сообщает другой источник, рабочие опровергли информацию, что погибшие из их бригады. Также жильцы дома рассказывали о том, что перед трагедией мужчина вел себя неадекватно. Кроме того, портал я62.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что приоритетная версия произошедшего самоубийства. Напомним, официальной информации о случившемся пока нет. Многие знают об определенных рамках в режиме охоты на животных. Однако и в плане рыбалки существуют подобные границы. Сейчас идет запрет на ловлю с помощью определенного вида снастей. По этому поводу представители Рязанской природоохранной прокуратуры совершают выезды на водоемы с проверками. Результаты подобных рейдов ошеломляющие. С 1 апреля по 10 июня для всех любителей рыбалки наступает тихая пора. В этот период действует запрет рыбной ловли. Именно сейчас нерестятся основные виды населяющих водоем и средней полосы водных обитателей, поэтому трогать их не стоит. Между тем, некоторые люди считают, что для них запрет не действует и продолжают рыбачить. Причем зачастую рыбалка перерастает в массовую добычу, что чревато плачевными последствиями. Рязанская природоохранная прокуратура на системной основе осуществляет надзорные мероприятия в сфере проверки состояния законности, которые регулируют отношения в сфере водных биоресурсов. Поэтому здесь мы регулярно выезжаем как самостоятельно, так и в составе природоохранных уродов контроля, так и во взаимодействии с территориальными прокурорами, с транспортным прокурором на водные объекты и смотрим эффективность и достаточность принимаемых мер природоохранными уродами контроля и правоохранительными уродами. С проверкой к Новомичуринскому водохранилищу природоохранным прокурорам приходится выезжать регулярно. Связано это со многими факторами, прежде всего со стратегическим значением водоема. С учетом значимости именно этого биоресурса мы проводим регулярные проверки здесь и выявили три факта незаконной установки сетей, как я уже сказал, на общей длине которых составляют более 500 метров. Сейчас мы материалы направили в органы Росрыболовства для того, чтобы они провели исследование этих сетей. И с учетом времени, места установки и размера незаконного орудий лова, дали нам оценку их теологическую, является и этот способ способом массового истребления, уничтожения водных биоресурсов. При этом виды рыб, которые способствуют естественному очищению воды, то есть поедают в больших количествах водоросли, не приспособлены к воспроизведению в условиях нашего климата. К примеру, толстолобику просто холодно в нашей воде, чтобы не реститься, поэтому запускать мальков этого вида приходится ежегодно. Логично предположить, что массовые добычи этой рыбы, не способные размножаться самостоятельно в средней полосе, наносят значительные ущербы и ведет за собой целую цепочку последствий. Если этот способ массового истребления указанных водных животных, это является, безусловно, уголовно-казуемым деянием. Если это просто запрещенное орудие лова и установленное, допустим, не поперек водного объекта, а вдоль водного объекта, то есть ее уловистость многократно снижается. И, соответственно, и нарушение, и экологический вред, нанесенный этой сетью водным биоресурсом, тоже многократно снижает. Здесь уже административный проступок. В результате рейда 4 апреля, который возглавил природоохранный прокурор, на Новомичуринском водохранилище обнаружили 500 метров сетей. Сети вовсе являются запрещенным инструментом рыбной ловли. Собранные прокуратурой данные переданы в надзорные органы, которые теперь подробно исследуют ситуацию. В случае, если расследование покажет, что подобные действия рыболовов ведут к массовому уничтожению определенных видов, а это вполне возможно, горе рыбакам может грозить уголовное наказание. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Смотрите далее. Крик о помощи из поселка Соколовка. Пенсионерка просит обустроить детские площадки, скверы и парки. От Путина с любовью. Рязанские представители СМИ рассказали студентам журфака о встрече с президентом страны. В эфире программа «День города» и мы продолжаем выпуск. Одним из показателей работы наших журналистов является обратная связь, которую мы постоянно поддерживаем с жителями нашего города. В редакцию и телекомпании приходят не только электронные письма. На днях пенсионерка из поселка Соколовка рукописным текстом сообщила о проблемах благоустройства своего района. В частности, родителям с детьми негде гулять. Гражданам не хватает скверов, парков и обыкновенных лавочек. Жительница Соколовки назвала поселок «забытым богом местом» и с помощью СМИ просит о том, чтобы власти занялись его благоустройством. Наша съемочная группа побывала на месте. В нашу редакцию часто обращаются жители города Рязани с просьбой помочь разобраться в той или иной ситуации. На этот раз письмо пришло из поселка Соколовка, где мы, собственно, и находимся. Посмотрим, что беспокоит жителей этого района. Нет ни одной хорошей детской площадки. Негде погулять мамочкам с детками. Мало даже тротуаров около дорог. Мама, если выходит с колясочкой, то она идет по обочине дороги, где едут машины. Приходится гулять около школы 38-й. Там забор, машины не ездят. Район действительно мало напоминает часть современного города. Пыльные бури, обшарпанные стены, дороги будто после бомбежки. Совсем недавно, наверное, неделю назад у нас начали вдруг чинить дорогу. Я прям обрадовалась, что в одну сторону там ее починить, в другую. Но сейчас вот еду из Мирного. Соколовку проехать можно, обратно проехать нельзя. Сделали полдороги. Вот. То ли они забыли, то ли еще попозже сделали тротуаров. Ну, как бы, тротуаров тут мало. Очень все грязно. Дороги все разбиты. Вот здесь вот остановку сделали. А какая там остановка? Она не приспособлена. Когда дождь идет, там лужи. И все, брызги летят. Автомобилисты лавируют между ям, которые представляют угрозу подвескам. А во время дождя и вовсе. Пешеходы же крадутся вдоль обочин, ибо тротуары здесь, если и были в проекте, то сейчас о них осталась только память. Тротуаров вдоль соколовских дорог действительно нет. Сегодня сухая погода. А если пойдет дождь, то пройти здесь будет практически невозможно. В своем обращении местная жительница назвала Соколовку богом забытым местом. И аргументирует она это фактами. Наверное, наш микрорайон ни в одни планы благоустройства города не входит. Потому что ни один мэр для Соколовки ничего не сделал. Здесь есть природные водоемы и парковая зона. Вот только толку от них в том состоянии, в каком они находятся, мало. Вот это у нас пруд природный. Здесь родники били. Ну вот, никто не занимается, все зарастает. Вот хорошо еще здесь вот свалку не устроили. Но с той стороны уже пытаются устраивать. Единственное место, где обустроена детская площадка, асфальтовое покрытие и цветники – это школа. Здесь, можно сказать, и сосредотачивается жизнь района. Нашу съемочную группу местные жители встречают с воодушевлением. Здесь практически потеряли надежду на перемены к лучшему. Вот эти ступеньки сделал мой сын Сергей, чтобы людям можно было пройти туда погулять. Вот что сами, что можем сами, то стараемся. К сожалению, признаков того, что на улицах района города Рязани, Соколовка, в ближайшее время будут перемены, наша съемочная группа не обнаружила. Однако по просьбе местных жителей мы обратимся с вопросом о том, есть ли в планах благоустроить поселок в администрацию города. И будем ждать ответа. Выдворение иностранных граждан за пределы России – явление обычное и распространенное. Причины для этого могут быть самые разные, но чаще всего иностранцев высылают в связи с нарушением режима пребывания на территории страны, либо из-за несоблюдения ими миграционных правил. За пределы России отправили шесть иностранных граждан, которые полицейские в Рязанской области задержали за нарушение миграционного законодательства. В ходе очередного рейда, который провели сотрудники управления по вопросам миграции УВД России по Рязанской области, шесть граждан Республики Узбекистан были в очередной раз уличены в нарушении правил пребывания на территории нашей страны. В связи с этим судом было вынесено решение об их выдворении за пределы Российской Федерации. Отправка нарушителей из Центра временного содержания иностранных граждан УВД России по Рязанской области в Москву в Международный аэропорт Домодедово происходила под охраной сотрудников регионального подразделения Федеральной службы судебных приставов. В аэропорту иностранцев передали в руки представители Федеральной службы безопасности, которые завершат процедуру выдворения. Рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства продолжаются. Просьба ко всем, кто располагает информацию об адресах, по которым незаконно проживают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться в полицию по телефону 02. Спустя неделю после медиафорума Общероссийского народного фронта, который прошел в Санкт-Петербурге, рязанские журналисты, лауреаты конкурса встретились в региональном отделении ОНФ и поделились впечатлениями от форума и пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным со студентами факультета журналистики Рязанского госуниверситета. Журналисты обсудили со студентами основные вопросы, которые поднимались на форуме. Особое внимание уделили качеству и объективности информации. Кроме того, в ходе общения с будущими журналистами еще раз были затронуты вопросы реализации в регионе проектов Народного фронта «Генеральная уборка», «Карта убитых дорог» и «Деятельности Центра мониторинга благоустройства городской среды». Одним из ключевых вопросов Питерского медиафорума стала проблема экологии. Молодые люди высказались, что сохранение окружающей среды и забота о природе волнует сегодня и молодежь. В свою очередь студенты задавали вопросы о проблемах современной журналистики и узнавали, в каких изданиях лучше проходить практику и набираться опыта. Представители Общероссийского народного фронта выразили готовность к сотрудничеству с молодым поколением журналистов. Это все новости на данный момент. За событиями вы можете следить на нашем официальном сайте, а также группах в соцсетях. Весеннего вам настроения. До свидания. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24».